Я все время говорила, вы в тюрьму, в гости, а я домой. У меня, получается, реально отсиженных 15 лет. Я, чтобы не разучиться разговаривать, я год разговаривала с голубью. Все театры мне сказали, это, говорит, просто дырка в твоих легких, такая большая. Стало так страшно. Я говорю, вообще какие-то вы все странные. Вы когда садитесь, почему-то все начинаете Библию читать, верите в Бога. Когда я первый раз зашла в церковь, когда я увидела вот эти добрые глаза, я со своим клеймом, который нигде уже никак не принимали, меня нигде его не взяли, наверное, на работу. А здесь люди со мной здороваются. Зовут меня Екатерина. Я бы хотела вам рассказать о том, как я пришла к Богу. Ну, начну с самого начала. Родилась я в городе Тонске, в обыкновенной простой семье. Мама с папой, конечно же, как бы разошлись, когда я была еще маленькая. Но я была единственная дочка у родителей. Я была единственная внучка у бабушки с дедушкой. Я была даже единственная племянница у дяди и тети. То есть я была самая последняя во всей семье. У дяди и тети у меня не было ребятишек. Как бы я вот любимица. Ну, не настолько как бы избалованная. Но почему-то вот папа с мамой разошлись. И я была просто самостоятельно предоставлена. Почему-то у меня с раннего возраста воспитывали какой-то самостоятельности. Семья была обыкновенная, нормальная, не пьющая, допустим. Ну, ничего не употребляющая. А, допустим, там с плохими наклонностями тоже. Но я была самостоятельно предоставлена сама себе. Поэтому повзрослела я довольно-таки очень рано. Начала как бы вести самостоятельную жизнь. Попала еще в советское время, когда начиналась там перестройка. То есть в раннем возрасте у меня появились подружки. Намного старше меня. И как бы получалось так, в то время было проще начать каким-то бизнесом заняться. Нелегальным. И в 14 лет у меня был уже свой магазин с тремя подругами. Намного старше меня. Все это неофициально. Там ваучеры. Ну, это все как обычно. Как бы, как это в то время происходило. Вот. То есть самостоятельная жизнь у меня началась очень рано. Мама почему-то оставила мне квартиру. То есть полностью я была предоставлена самой себе. Рано почувствовала вкус денег. Рано научилась их зарабатывать. В итоге к 20 годам я уже имела довольно-таки свой бизнес, фирму. У меня... Я работала дилером на Тонском лайке. Занималась молочным развозом. У меня был свой большой магазин. Еще три отдела. 16 продавцов в подчинении. Два личных шофера. Собственные машины. Квартира. Но в один прекрасный момент, когда начались вот эти все разрушения, то есть как бы, в нашем государстве, можно так сказать, бизнес, то есть в один из прекрасных дней завод просто за ночь исчез. За ночь исчез. И я осталась буквально без бизнеса. Потому что нет завода, нет продукции. Мне работать было нечего. И тут как бы подвернулась возможность перейти, переквалифицироваться на другой вид деятельности зарабатывания денег. Это появились в моей жизни наркотики. Они появились не как употребление, а как именно зарабатывание денег. Допустим, если у большинства людей они живут, у них, то есть, жизнь ради кайфа, то у меня получалось кайф ради жизни. Я этим жила. Ну, естественно, жила я недолго за счет этих денег. Я начала употребление. Началось как, ну, употребление. В итоге сбыт, употребление. И я первый раз села в тюрьму. Села в тюрьму. В итоге началась вот эта вот жизнь криминальная. На данный момент у меня получается реально отсиженных 15 лет. 15 лет. Из них 6 сроков. При том, что 5 сроков я уходила по воду. Можно сказать, если бы я сидела реально полностью все 40, это было бы намного больше. Про Бога семья у меня была неверующая. Мы не ходили ни в церковь, ничего. Но единственное, в 21 год у меня получилось, произошло ряд того, что меня постоянно разбивали мне машину. То есть, врезались в меня. У меня за 3 месяца произошло 4 аварии. И я тогда покрестилась. Покрестилась. Сходила в церковь. Но проблема в том, что я не могла тогда заходить в церковь. Почему-то у меня от запаха ладана я падала в обморок. Ну, как это бабушки говорили, то есть, черти летуют. Но меня еле-еле на тот момент покрестили. В церковь я так и не смогла заходить. Потом получалось, что я ездила в Москву. Ездила с Сергеем в Пасад. Разговаривала с батюшкой. Помню, один раз я разговаривала с батюшкой и спросила. Батюшка, ну почему так происходит? Почему я не могу зайти в церковь? Почему, допустим, в моем понимании, что вот только зайти в храм, встать перед иконой, тогда будет присутствовать Бог. Другого понимания, ну то есть это как бы я смотрела, как в православии, да, люди живут. И так, на тот момент мне батюшка сказал, а когда тебе плохо, ты что говоришь? Я говорю, ну как я говорю? Я говорю, Господи, помоги, пожалуйста. Он говорит, так вот, значит, Бог есть у тебя внутри. Тебе не обязательно заходить в церковь. Значит, Он с тобой. Он продолжает и потихоньку работает над тобой. Я тогда, ну, маленько стала задумываться о Боге. Ну и все равно потом вот началась криминальная жизнь. Я опять о нем забыла. Некогда было почему-то вот это вот. Жизнь еще, знаете, такая была интересная. Все время та жизнь у меня была я сама. То есть моя книга жизненная писалась я сама с большой буквы. Я. Вот. И то есть я такая была самостоятельная, уверенная. Первый срок отсидела и думала, Да ладно, я больше никогда не сяду. В итоге второй, третий срок. Помню даже с 2005 по 2011 год, я просто ни разу не была на Новый год дома. И я задумывалась такая, думаю, А Ёлка, как она выглядит? Я забыла, как она выглядит. Потому что я постоянно... Происходило буквально два месяца, я опять в тюрьме. Три месяца, я опять в тюрьме. Такие вот промежутки условные не доходило опять. То есть вот постоянный сбыт, постоянно сидела за этим. Вот потом. Последний срок. Последний срок. И это, наверное, вот именно в тот срок я... Бог меня уже, наверное, ко всему это приготовил. Как того котенка, он меня постоянно тыкал, тыкал. Я все самостоятельно, самостоятельно. Получилось, что когда я села последний срок, я очень сильно заболела. Не очень хороший диагноз, а открытая форма туберкулеза. Миллионник, выделитель. Плюс АИК. То есть когда мне показали мои легкие фотографии, моих легких, я думала, это просто размытая фотография. Ну, все театр мне сказал это. Говорит, просто дырка в твоих легких. Такая большая. Стало так страшно, потому что от этого диагноза буквально до этого у меня буквально трое людей умирали на руках. Умерли на руках. Вот. Мне было страшно. Я понимала, что полтора года буквально, и я тоже умру. Я не могла подняться на второй этаж. Я не могла подняться, ну, то есть долго находиться в движении, я задыхалась. Помню, когда я сидела в тюрьме, со мной сидела девочка, и когда начала я принимать очень сильную терапию, выпивала просто, ну, три раза в день прием таблеток. Получалось, что 57 таблеток было в наличии. Я буквально, у меня занимало полчаса, чтобы выпить эти таблетки. Начиналось чувство жалобности. Я в те моменты вот начинала как бы просить, Господи, ну, почему это происходит со мной? Как бы уже тогда начинала взывать, но до конца не понимала, что со мной происходит, почему так произошло. И девочка, которая сидела со мной, я помню, вот я после этих таблеток, у меня просто прибитый к полу шканарь, он подымался. Подымался, она мне в этот момент читала Библию. Читала Библию, я говорила, зачем ты не читаешь? Какая Библия? Я так болею, мне так плохо. Я говорю, вообще какие-то вы все странные. Вы когда садитесь, почему-то все начинаете Библию читать, верите в Бога. Потом произошло то, что девочка уехала на этап, уехала на этап, и я осталась просто одна. Осталась одна в камере. С таким диагнозом не было никого в то время. То есть я в камере находилась одна. У меня поселился голубь, и я, чтобы не разучиться разговаривать, я год разговаривала с голубью. В зал суда конвой меня просто заносил на руках, потому что идти я не могла. На первое заседание суда я предоставила справку о своем завливании. Когда я пришла на второе заседание, все были так же в масках, как и я, и боялись, что с меня маска упадет, потому что я настолько заразная. И когда прозвучал, прокурор запросил мне 11 лет, я просто реально понимала. Господи, ну я больше никогда не увижу. Я никогда не увижу волю, я никогда не выйду на свободу. Я понимала, что я просто умру в этой тюрьме. На последнее условие я стала, я ему сказала, уважаемый суд, уважаемый судья, поймите, 11 лет очень много для меня. Ну куда? Вы понимаете? Ну дайте мне хотя бы 4 года. Я 4-е, то в принципе, может быть, и не выдану свободу. Как бы не знаю, почему проникся как бы в судья на тот момент. Он мне дал 4 с половиной, перекрести, можно мне сказать, и отправил. Вот. Я уехала на зону, где находится хоспис, ту зону, где люди умирают. Буквально умирают. Если их не успевают актировать, они умирают на воле. Вот. Проходила, лечилась я, получается, 3 года я сидела. Год я в тюрьме сидела, 2 года я сидела на той зоне. Я лечилась, я ходила к психиатру, потому что я не могла находиться в этом состоянии, понимая о том, что, ну, я сегодня могу заснуть, а завтра не проснуться. Это очень страшное понимание, ощущение. Я хотела к психиатру, просила, чтобы он мне выписывал транквилизаторы. Я просто была овощем все эти буквально 2 года на зоне. Вот. Ну, чудом каким-то стало происходить из лечения. Я сначала вылечилась, то есть у меня загасились эти палки, то есть я просто переносила, ну, то есть носителем, не распространителем. У меня стало МБТ-минус. Потом произошло дальнейшее, то есть еще выздоровление. Меня отправили на обыкновенную зону, где, ну, простая рабочая зона общего режима. И я когда приехала, дело в том, что я когда уезжала еще с Централом, с Томского, я со всеми прощалась. Я прощалась, я говорила, ребята, ну все, я больше с вами нивлюсь, мне все говорили, да ладно, Катюха, чего ты перестала? Я понимаю, что они меня просто успокаивали. Вот, но я когда приехала с зоны, с рабочей, на рабочую зону приехала с той зоны, девчонки Томские сказали, да ладно, мы за тебя уже просто попили кисель, а ты живая. Я говорю, ну вот как-то выздоровела, вот, и знаете, когда вот это все произошло из лечения, видимо, на тот момент Бог знал, что я просто, я уже готова. Я наконец-то прошла этот Крым, Рым, медные трубы, говорю, что вот доходила до такой степени, что я все время говорила, вы в тюрьму, в гости, а я домой. до такой степени я была как рыба в воде в тюремной системе, то есть мне, наверное, на воле уже даже не понимало, как можно жить. То есть вот Бог уже тогда начал работать. Первое, что вы знаете, то есть так же и в Библии говорится, что мы будем встречать пришельцев, которые будут нам говорить о Боге, приводить нас к Богу. И в карантине прямо у меня встретилась девочка. Встретилась девочка, мы почему-то с ней так сроднились, она мне сказала, она говорит, ты знаешь, что, я тебе прямо познакомлю с такими людьми, сейчас мы напишем письмо, и там они к тебе приедут, будешь общаться. Я думаю, да какие люди, зачем они, как они ко мне смогут приехать, для чего я им нужна. вот получилась, она написала, то есть услышала вообще мою как бы жизненную историю, написала от моего имени письмо, и ко мне приехала команда, которая занимается тюремным служением города Прокопьевска, семья Камогорова. Вот. И как бы, знаете, что самое интересное, просто вот, вот оно какое-то интересное такое, это не стечение обстоятельств, это на самом деле Бог начал вести. У них были правила, были правила того, что они с первого письма никому не приезжают, а ко мне приехали. Ну, приехали, и в первую же, в первую же свиданку ко мне приходил Андрей, он мне начал рассказывать о Боге, он мне настолько вынул мою душу, которая уже давным-давно была закапана от этого черно-белого света по названию Гусин, это вот система, он мне вынул наружу мою душу, которая начала плакать. Я покаялась. В первый разговор я прямо реально покаялась. я с ним проговорила молитву покаяния, я прямо ощутила, я ощутила, что что-то вот, что-то должно на этом моменте произойти, потому что уже была череда событий. Вроде я не должна была жить, а я вроде как уже, ну, живу, могу жить дальше. Вроде как оно все потихоньку куда-то налаживается. Интересная дорога, трудная была дорога. Вот. Они, значит, ко мне продолжали ездить, продолжали ездить. Через год я почему-то захотела поехать, сменить режим и поехать на колонию поселения разговаривать с ними. Они меня очень отговаривали. Говорят, зачем тебе надо? Да вот мы же сюда ездим, туда мы не знаем дороги, здесь девочки, все общение. Я поехала, я уехала туда, уехала туда, позвонила Татьяне, я говорю, Татьяне, ну вот я уехала, вы можете ко мне приезжать? Она говорит, ну мы не знаем, мы как бы посоветуемся всей командой, мы не знаем, где это находится и как это вообще как бы. Она говорит, ну позвони через два дня. Через два дня я ей позвонила, и она, представляете, она мне сказала уже, когда она приедет ко мне на свиданку. Для меня это вообще было шок. получается так, что я вроде как, ну сильно-то как бы никому и не нужна была, а тут чужие люди, абсолютно чужие. Они ездят на зону туда, на тот момент у них было около 50 человек, которых они посещали, здесь я одна, одна в колонии, ради меня просто приедет целая команда, просто для общения со мной. Это было для меня прямо такой показатель. Еще на тот момент у меня был друг. Был друг из Томска. Он тоже был в церкви прославления. Он всю дорогу как бы, ну тоже меня поддерживал добрыми словами. Он все время говорил, Кать, я за тебя все время пишу бумажки за твое издоровление. Ну, чтобы у тебя все было хорошо. Я вот так вот подумала, на тот момент, я, наверное, все-таки попробую хоть раз в жизни изменить свою жизнь. Пойти другим путем не как обычно, то есть вот эта романтика. Думаю, надо попробовать что-то все-таки кардинально поменять. Думаю, ну, значит, если вот я освобожусь, я пойду с верующими. Либо пойду со своим другом обратно вернусь в Томск, либо вот поеду с этой командой. То есть я была как бы перед выбором. Бог все время нам дает выбор. Но получилось так, что буквально, наверное, за месяцев восемь до освобождения я позвонила, и мне сказали, что мой друг умер. Мой друг умер, и что делать? И я просто понимаю, что у меня нету больше никакого варианта. У меня один единственный вариант. Просто-напросто пойти вот с ними. Я на зоне уже даже пыталась там евангелизировать, рассказывать, там приобщила девочку. Приобщила девочку. она с очень большим сроком. У нее 19 лет срок у этой девочки. Она тоже из Томска. И получается так, что я первый срок села, она тогда только села, совершила это преступление. Я уже шестой срок заехала, она все достиживала, свой единственный срок. Она тоже стала раскрываться. Она стала раскрываться. Это прекрасное чувство видеть. Вот видеть, когда появляется искорка в глазах. Я понимаю, что и она у меня горела, эта искра, потому что я своей искрой в ней эту искорку тоже зажгла. И в последний месяц они приехали ко мне на свиданку. Я сказала, Тань, я говорю, вы понимаете, у меня нет ничего. Мне ничего не надо. У меня просто пакет документов. И я вам нужна вот такая вот. Безо всего они сказали. Да это же прекрасно, что у тебя нет ничего. Жить с чистого листа. Есть такая песня, псалом, как бы, жизнь с чистого листа. Это все прекрасно. Они меня встретили. Я поехала к ним. Для меня было это все настолько, как сказать, удивительно. Когда я первый раз зашла в церковь, когда я увидела вот эти добрые глаза, я со своим клеймом, который нигде уже никак не принимали, меня нигде бы не взяли, наверное, на работу. А здесь люди со мной здороваются. Я вижу вот эту любовь в глазах. Вот эту божью любовь. Меня они приняли к себе в семью. То есть решили, то есть у них как бы они намечали, то есть открытие адаптационного центра, экспериментального, то есть экспериментальный центр адаптации, не реабилитации, а то есть адаптации. Еще из одних чудес, перед тем, как мне освободиться, я курила. Я курила 35 лет. Первую сигарету я закурила во втором классе. И я поняла, что прямо я очень люблю курить. Я обожаю курить. Я курила 35 лет. А вот перед освобождением, я что только не пробовала, я пробовала Табокс. Мне не помогли эти таблетки. Я раз и не сдержалась. Я слышала, что бывают чудеса, Бог освобождает. Ну как бы сначала, как бы так. Мне Таня рассказывала на свиданке, что бывают чудеса, Бог освобождает, молись. Я сначала просто молилась, а потом я приняла это с веры, что бывают такие чудеса. Я молилась, Господи, освободи меня, пожалуйста, от никотиновой зависимости, потому что я понимала, что я пойду к людям, которые не курят. А я курю. Просто боялась, что выгонят меня. Какая мне реабилитация. То есть вот я прямо молила. И это чудо, это произошло чудо. Я последнюю сигарету выкурила в день освобождения. Перед тем, как ехала на участок уже, знала, где меня ждут Татьяна с Борисом. Я выкурила последнюю сигарету. Я с того момента просто не курю. У меня два дня еще была с собой пачка в кармане. Андрей на второй день меня спросил, у тебя есть сигарета? Я говорю, ну да, есть пачка. Он говорит, выкини, не скушай дьявола. Мне было так тяжело просто взять, переломать эту пачку сигарет и выкинуть. Но я с такой легкостью это сделала. Просто. Не было там на третий день нервозности, не было ничего. На самом деле просто Бог освободил. Просто раз, и как будто ты вообще никогда не курил. Курил, курил и не курил. И на данный момент я даже вот вспоминаю, мне кажется, вообще никогда не курила в своей жизни. Настолько вот чудо. Вот. Проживали мы вместе. Меня приняли ихние родители, бабушки, старицы, которым 85 лет. Я тогда просто увидела, я всегда в своей жизни думала, что я до 50 лет со своим образом жизни не доживу. А потом, когда я увидела этих бабушек, я поняла, что я еще могу прожить столько же. Вот именно с Богом я могу прожить столько же. После освобождения еще попыталась пройти сек на инвалидность. Хотела получить инвалидность. Я прошла медицинскую комиссию. Мне сказали, я вообще пришли в абсолютно здоровую. И это прямо реально. На данный момент я уже даже снята с учета, то есть по туберкулезу. И я абсолютно здоровая. Просто абсолютно здоровая. Это еще из-за одних чудес в моей жизни. После освобождения я маленечко, то есть, прошла какую-то адаптацию. все. Ну, естественно, я стала задумываться о работе. Стала задумываться о работе, и Таня мне сказала, давай молиться, давайте будем молиться, и бог усмотрит тебе работу. Какая мне работа, кто меня возьмет? Я говорю, мне сейчас посмотрят мою подноготную. То есть, у меня был в Тонске такой казус, что просто меня взяли на работу, я проработала какое-то время, по базе данных пробили, и сказали, ну, извините, пожалуйста, вы нам не подходите. просто-напросто из-за судимости. Вот. Один раз Таня приехала, ну, на машине ездит, как бы, заезжала на заправку, и приехала, говорит, Кать, там на заправке требуется кассир-оператор. Я говорю, да ладно, так интересно, вспоминаю, один раз в моей жизни у меня девочка освободилась, и она устроилась на заправку. Я все время думала, да ладно, меня там на заправку никогда не возьмут работать, кто меня возьмет на заправку. Чудо. Я работаю на газозаправочной станции на данный момент уже два года. Организация оплатила мне диплом слесаря. Просто, просто я когда-то думала, что нет, а вот сейчас вот оно, вот оно, оно есть. Оно есть в моей жизни. О чем я мечтала, потихоньку это все начинается, вот эти вот мечты, просьбы к Богу, в первую очередь просьбы к Богу начинают, как усматривает Бог, то есть все. Я вышла замуж, вышла замуж, то есть мы вместе отбывали срок на колонии, поселения, там познакомились, я освободилась, мы расписались, вот уже третий год я здесь, он там, я постепенно пытаюсь объяснить мужу, что прямо вот это единственное спасение будет в нашей жизни и дальше идти с Богом. Бог прямо все усматривает. В этом году вот летом он у меня приходит, естественно, он очень проникся, также к нему ездят Татьяна, Андрей, Борис, командовал, ездят, рассказывают ему о Боге, естественно, я с ним пытаюсь поговорить о Боге, в последнее время он даже так радует меня, говоря о том, что я стал читать Библию. Я читаю Библию, я никуда не хожу, я читаю только потому, что ты сказала, чтобы тебе не было стыдно за меня, я для этого читаю Библию. Я понимаю, что Бог через меня работает тоже с ним. Естественно, я очень прошу, чтобы он сейчас пришел, в дальнейшем, чтобы он еще больше познал Бога. Чудеса его тоже у него, чудеса у него тоже происходят в его жизни, я бы даже вот такая вот мечта в дальнейшем записать его свидетельство, наше свидетельство о том, что жизнь может наладиться. Существуют люди, которые помогут. Я всегда говорю, если бы я в первый срок узнала бы эту команду тюремного служения, если бы ко мне пришли христиане, то я даже может быть никогда бы в своей жизни больше не села. Если бы у кого-то в жизни произошла какая-то ситуация, вы потеряли надежду на жизнь. Верните себе веру, обратитесь к Богу, Он живой, Он поможет, Он протянет руку. Просто доверьтесь Господу. Субтитры Субтитры Субтитры